Чихуахуа Софи Чихуахуа Ветеринарный паспорт оформляется при первой вакцинации и заполняется ветеринарным врачом. Он содержит все наши данные. Кличка, дата рождения, порода, полок, расшерсти, особые приметы, например, клеймо, номер электронного чипа и т.д. А также о его хозяине, фамилия, имя, отчество, адрес, контактный телефон. Идем дальше. Первое. Для провоза животного необходимо иметь ветеринарный паспорт. Дата прививок должна быть не меньше 30 дней и не больше 11 месяцев до отъезда. Второе. За 3 дня до отъезда владелец на основании правильно оформленного ветеринарного паспорта должен получить в госветстанции ветеринарное свидетельство номер 1 вет. Действует ветеринарная справка всего 3 дня, так что возьмите это на заметку. Третий. Перелет. Транспортировка животных в самолете разрешена правилами большинства авиакомпаний, но требования к перевозке могут отличаться. Кроме того, в самолете можно перевезти ограниченное число животных, поэтому постарайтесь как можно раньше связаться с авиакомпанией, самолетом которой вы летите, чтобы узнать ее условия и вовремя забронировать место. Стоимость перевозки животного зависит от его веса. Как правило, домашние питомцы путешествуют в багажном отделении самолета, но небольшие животные, не тяжелее 8 кг вместе с весом контейнера, например, такие как я, могут перевозиться и в салоне. Контейнер при этом должен помещаться под пассажирским креслом. Контейнер вы покупаете сами, самостоятельно, но он должен строго соответствовать правилам авиакомпании. Так что обязательно перед покупкой билетов уточняйте, каковы правила перевозки у конкретной авиакомпании. Если на сайте непонятно, лучше звоните им или пишите. Перед регистрацией на рейс животные проходят обязательный контроль в аэропорту. Для этого нужен ветеринарный паспорт и свидетельство, про которое мы говорили. После проверки документов, свидетельство ставится печать, разрешающая путешествие, выдается посадочный талон, необходимый для посадки в самолет, а также международный ветеринарный сертификат на английском языке. Четвертый пункт. Многие страны устанавливают особые правила ввоза животных, и чтобы избежать неприятностей, нужно заранее узнать про законы страны, в которую вы направляетесь. Я буду говорить о Таиланде, так как еду именно туда. Итак, не позже, чем за 15 рабочих дней необходимо отправить письмо в карантинную службу по месту прибытия. В письме должно быть указано следующее. Копия паспорта человека, перевозящего животное, день рейс прилета, порода животного, пол, копия ветеринарной книжки с историей прививок, фотография животного, адрес в России, адрес отель в Таиланде и место вылета в Россию. В ответ вам пришлют разрешение на импорт и требования, которым должно соответствовать животное по состоянию здоровья для ввоза. Также вам пришлют имя и пароль, под которым вы зарегистрированы в системе, и эти данные будет необходимо показать в карантинной службе Таиланда. Кстати, породы запрещенные к ввозу это Пит Бультерьер, Американский Старфарширский Терьер, Американский Старфарширский Бультерьер, ну и название. Вот несколько имейлов, куда нужно будет писать. В аэропорту в зоне прилета после таможни и получения багажа нужно пройти в карантинную службу для получения лицензии на импорт и оплаты импортного сбора. Необходимые документы, паспорт владельца, копия и оригинал, ветеринарная книжка с историей прививок, разрешение на ввоз в Таиланд, которое вы получили, международный ветеринарный сертификат и микрочип или клеймо с сертификатом. Стоимость оформления 100 бат, если же вы летите в какую-то другую страну, уточняйте, какие у них правила на ввоз животных и заранее все подготовьте. Пятый пункт. Не все гостиницы принимают с животными, помните об этом. Поэтому вы должны заранее побеспокоиться о том, чтобы гостиница, в которую вы приедете, принимала вас с собачкой. Шестое. Теперь о выезде. Делаем все то же самое, что и из России. Согласовываем перевозку животного с перевозчиком, вес и размеры контейнера для перевозки. В Таиланде существует правило. Не позже, чем за 7 рабочих дней, необходимо по электронной почте известить карантинную службу по месту вылета. Для этого нужно заполнить ту же форму, что и наприлет, только указать в ней, что теперь вы вылетаете. Не позже, чем за 3 дня до вылета, нужно привезти животное на досмотр в карантинную службу по месту вылета. На основании осмотра вам выдадут сертификат о состоянии здоровья. Проверка занимает несколько часов, поэтому работники скажут, к какому времени нужно вернуться. Сертификат этот действительно в течение 10 дней. Разрешение на ввоз в Россию не требуется. Документы нужны все те же самые, что при въезде. Опять же, уточняйте у каждой страны правила выезда. Сборы на экспорт в Таиланде составляют 50 бат за животное. Знаю, вы уже устали, но слава богу документальная часть закончилась, и сейчас я расскажу о подготовке к поездке. Итак, все бумажки готовы. И осталось решить, что взять с собой. Первое. Какое-нибудь место для отдыха. Подстилку, домик, что любит ваш малыш. Тряпочки для вытирания лапы или влажные салфетки на всякий случай. Питьевую воду обязательно взять в самолете, обезвоживание происходит быстрее, чем на земле. И сухой корм на всю поездку лучше взять с собой, чтобы не тратить на его покупку время. Именно такого в данной стране или магазине может не быть. Я еду надолго, поэтому не беру. Кому-то могут понадобиться мисочки, намордник. Я беру только шлейку, ошейник и поводок. Еще я собираюсь купить себе специальную переноску, как у деток, чтобы если я устану, меня носили в ней. Аптечка. О ней я расскажу подробнее в другой раз. А теперь несколько правил подготовки к перелету. Первое. Запаситесь питьевой водой, как я говорила. Второе. За 2 часа до вылета покормите питомца легкой пищей. Третье. Не забудьте выгулить его перед отправлением. Четвертое. Позаботьтесь о том, чтобы ваш любимец не страдал от нехватки воздуха в своем контейнере или клетке. И последнее. Не пытайтесь успокоить животное с помощью лекарств. Так, вроде все готово. Ну вот, я готова к путешествию. Улетаю я в начале июля, но свой блог обязательно буду продолжать. Я понимаю, это было серьезное и сложное видео. Куча информации сразу. Поэтому все то же самое, только в письменном виде по пунктам, вы можете прочитать в нашем блоге по Куришру. Ссылка будет в описании. Ну или у меня в группе. Подписывайтесь на мой канал. Вступайте в мои группы ВКонтакте. Ссылки есть в описании. И задавайте вопросы и пожелания к будущим видео в комментариях. С вами была говорящая Чихуахуа Софи. Спасибо, пока.